Добрый день, дорогие друзья! Мы рады встрече с вами на канале Клаго Маур Ти Ви. 8 августа ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию на международном уровне из-за эпидемии лихорадки Эбола. Почти ежедневно приходят новые сообщения о лихорадке. Согласно данным ВОЗ, к 13 августа число жертв составило 1069 человек. Сегодня на повестке дня стоит вопрос, является ли Эбола большой опасностью для человечества, как это нам преподносят СМИ. Для начала общая информация. Эбола-вирусы известны с 1976 года. Они вызывают лихорадку Эбола, это инфекционное заболевание, сопровождаемое кровотечениями. Согласно данным ВОЗ, вирус переносится через непосредственный контакт с выделениями, органами или жидкостями организма инфицированного животного или человека. Это означает, что лихорадки можно избежать, если не входить в непосредственный контакт с вышеперечисленным. С 1976 года имели место лишь небольшие вспышки эпидемии лихорадки Эбола, а с февраля 2014 года наблюдается самая большая эпидемия в Западной Африке. Вышла ли на самом деле лихорадка Эбола из-под контроля и угрожает человечеству, как это во многих местах нам преподносят СМИ? Для этого мы в сегодняшней программе сравним статистику так называемой Эбола эпидемии со статистикой ежегодного заболевания гриппом в наших широтах. Как уже ранее упоминалось, согласно сообщению ВОЗ на 13 августа 2014 года, число умерших от Эбола людей за 5 месяцев с момента ее возникновения достигло во всем мире 1096 человек. Во всем мире насчитывается 1975 человек заболевших. Однако, согласно данным ВОЗ, ежегодно повторяющаяся эпидемия гриппа вызывает от 3 до 5 миллионов тяжелых заболеваний, из которых от 250 до 500 тысяч имеет смертельный исход. Только в Германии от гриппа ежегодно умирают от 5 до 10 тысяч человек, а зимой 2008-2009 года институт имени Роберта Коха сообщил даже о 19 тысячах человек, умерших в Германии от гриппа. Почему страх перед вспышкой Эбола эпидемии в Европе так мал? Согласно данным ВОЗ, распространение болезни в Африке связано с тем, что больные и умершие в сельской местности недостаточно изолированы и имеют место телесный контакт, в частности при церемонии погребения. К тому же, многие инфицированные не обращаются за медицинской помощью, потому что, согласно сообщениям прессы, среди населения ощущается недостаток поддержки и доверия. Эболовирус легко уничтожается с помощью мыла, солнечного света и высушивания органической жидкости. Очевидно и то, что люди с ослабленным иммунитетом имеют меньше защитных сил против этого заболевания, как это случилось у испанского священника, умершего от лихорадки Эбола. До заболевания лихорадкой он уже страдал от сифа, тяжелой формы диареи, заболеваний почек и сердца. К сожалению, о гигиене, других болезнях и о состоянии питания не сообщается, если речь идет об умерших пациентах от вируса Эбола. Уважаемые дамы и господа, в связи с этими фактами, к распространяемому через СМИ мнению лихорадки Эбола необходимо относиться весьма критично. В заключении приведем высказывание Тома Соломона, профессора микробиологии и иммунологии Ливерпульского университета. Эбола менее заразна, чем вирус гриппа. Оставайтесь с нами. В ближайшие дни последуют дальнейшие передачи на эту тему. Доброго вечера.